всем здравствуйте я владимир тишельский и сейчас поговорим на одну интересную тему это дешевые планшеты я уже какой раз возвращаясь к этой теме и конечно же примером у нас будет служить планшет который сейчас находится на зарядке как видите и я потом расскажу почему так все произошло и вообще как это точнее произошло что к моему видео обзору планшет на данный момент не готов и поэтому ну пускай позаряжается пока на эту тему порассуждаем знаете ну вообще я не специалист в китайских планшетах и вообще ко мне там обращаются там 7 дюймовый планшет за 100 долларов или 10 дюймовый 3g за 200 долларов посоветую и вы знаете конечно все эти китайские ноунейм планшеты они имеют такие характеристики и у них есть и у некоторых и подвесим карты и блин и чё там только не напишут в характеристиках кстати ну я знаю один канал на ю тубе который реальный специалист по этим всем вопросам это денис по-моему летником кажется ну короче у него канал чисто по китайским планшетам и кстати у него там огромнейшее количество подписчиков то есть я с ним пока что еще даже в рове не стоял то есть у него уже там близится к сотне тысячам подписчикам сотни тысяч подписчиков и вы знаете я могу сказать что он там в этих китайских планшетах прям вообще погрузился он их перебрал уже столько невероятное количество но насколько я знаю мс и у него прямо 93 который у меня на обзоре не было поэтому его я впереди планеты всей шучу цена у этого планшета конечно не такая как я говорил там 200 долларов его цена конечно повыше сейчас я посмотрю какая да ну его цена 338 340 долларов может быть даже где-то там чуть-чуть она колеблется вот но это приблизительно средняя цена 340 долларов но в сравнении это с чуть чуть дешевле чем леново с 6000 который у меня обзор был на канале поэтому конечно этот планшет на данном этапе но вообще я могу сказать не за него ставить такую цену потому что ну во первых ритейлеры хотят на заработать на нем денежек срубить немножечко во вторых этот планшет был представлен в конце лета этого года поэтому типа как новинка но знаете они все так долго доходят а потом если доходят стоят сначала много потом на них начинают сбрасывать цены потому что ну уже ритейлеры понимают что лишь бы продать но только не валялся бы на складе выглядит он весьма неплохо и на распаковке я об этом говорил более подробно что можно сказать о данном планшете самый первый самый большой минус который в нем есть это аккумулятор несмотря на то что он 6800 миллиампер работает он очень похабно очень-очень нам а похорону то есть вообще то есть если говорить о штурме батарейки то я очень сильно проштурмовал lenovo yoga tablet 10 то есть я просто мега там этот бы планшет то есть и даже пятой части того времени который проработал йога не проработал если бы я ему дал такую нагрузку поэтому самый большой как бы минус этого планшета поэтому в принципе такой средненькая работы там в интернете там что-то поклацать посмотреть там вот его можно сказать на на целый день хватит но сказать о том что его можно подгрузить и не беспокоиться о зарядке батареи я бы этого не делал поэтому это самый первый большой минус но раз я уже начал говорить про минусы то наверное минусом будет являться его на пикселизация дисплея дисплей вообще на самом деле весьма интересен то есть неплохой дисплей что ты пришел ко мне ты меня позволил кушать пришел я еще делаю видео снимаю про планшетик людям рассказываю идем идем ну что дописать видео людям потом сначала покушаем а потом записывать видео все хорошо подожди папа тебе поможет спуститься не переключаемся скоро продолжение итак я обещал затестить работа устройства с через от и г кабель как работает планшет для этого у меня не оказалось моего сейчас просто нет наличий вестерн диджитал паспорт но у меня есть мой вестерн диджитал который в принципе по ничем не отличается единственно что он подключается еще к розетке дополнительно но на работу устройства и вообще на для этого планшета им пофиг то есть подключается жесткий диск розетки или нет итак мы подключили устройство теперь давайте зайдем в файловый менеджер и посмотрим на подключение это sd карта а вот наше устройство и давайте посмотрим кстати видео в full hd качестве и вот что получается то что все работает отлично давайте единственное я бы добавил яркости а это максимальная некуда добавлять ну как видите все работает и работает неплохо тянет прям с хард драйва также видите есть воспроизведение в окне которые даже двигаются по экрану так извините но все прошло успешно можем продолжать видео обзор так вот говоря о данном планшете я его пока опять тоже поставлю на зарядочку я его снимаю я могу сказать что ну если честно прям все такое как бы как противоречивая то есть с одной стороны и вроде неплохое устройство а с другой стороны просто цена все убивает я бы наверное сказал бы так если меня хоть однажды посмотрит это видео какой-нибудь из представителей мсай из тех кто понимает русский язык ребята ну пересмотрите вашу ценовую политику или же пересмотрите ваши отношения с ритейлерами я понимаю конечно вам пофиг какую цену поставить ритейлеры но они реально убивают ваши продажи то есть я вот как видео блогер я просто не не могу рекомендовать приобретение этот планшет то есть за такую цену сколько стоит это устройство сейчас я бы рекомендовал бы даже тот же самый lenovo s6000 который намного поприятнее нежели этот планшет то есть ну еще там есть целый как бы нет несколько планшетов которые можно было бы купить за эту цену стричи и поэтому ну ребята не гоните то есть это цена реально просто завышенная 340 долларов за этот планшет кстати по техническим характеристикам я могу сказать что здесь четырехъядерный процессор по 1 и 2 это allwinner кстати я смотрю характеристики на сайте если лучше всего посмотреть характеристики прям в самом планшете antutu все покажет нам 1024 на 768 дисплей это на 9 и 7 дюймов поверьте это не айпэд то есть с айпэдом было намного все лучше на 1024 на 768 но 5 мегапиксельная камера фоточки я сделаю какие-то и постараюсь выложить их там в группе вконтакте далее гиг оперативки 16 гиг встроенной вот это действительно хорошо это большой зачет и плюс вам то что гиг встроенной оперативки не там 512 16 встроенной памяти гиг оперативки это понятно вот 16 встроенной памяти это вообще проблема всех китайских планшетов то что на них ставят четверки восьмерки блин да они они не живучие те планшеты как минимум сразу ставить карту памяти 32 гига и тогда планшет хоть как-то начинает оживать то есть 16 и плюс карты памяти это то как раз то что нужно для планшета на сегодняшний день ну 160 dpi это экран здесь до процессов стоит здесь allwinner a31 это не лучший процессор и я могу сказать что в принципе игрушки идут неплохо я запускал badland неплохо идет хил клим racing тоже запускал неплохо идет injustice идет с тормозами то есть реально с тормозами real racing идет тоже с тормозами asphalt 8 мне вообще выбило то что мой канал заблокирован хотя на этом планшете все нормально какой-то аккаунт именно асфальта 8 заблокирован хотя вот на этом планшете все работает нормально да поэтому что касается этого планшета но друзья решение неплохое то есть как бюджетное решение но за цену 340 баксов я бы вам не рекомендовал покупать то есть не рекламирую линова но посмотрите в ту сторону и так же хочу еще сказать о том что если вы со временем ну то есть наверняка этот видео обзор будут смотреть не только в день когда я вас выложу в интернет а и через полгода так как это устройство будет актуально и они вот только сейчас начинают привозить на рынке снг русскоязычных стран вообще то там кто будет на новый год или после нового года ну за это устройство больше чем 250 долларов не отдавайте если будут просить больше чем 250 долларов ну друзья ну поднатушитесь чуть-чуть доложите еще 100 долларов и купите себе более-менее адекватный планшет ну поадекватнее чем этот все больше не сильно не буду говорить на эту тему потому что ну и время и да и мое время поверьте мне столько всех дел делать еще еще и монтировать этот видео обзор поэтому что могу сказать друзья планшет среднечковый весьма я бы сказал что этот домашний планшет вот я бы ну такой планшет я может быть еще свою сыну своему который вот меня звал кушать ну дал бы пользоваться то есть это понимаете получается так что аккумулятор сядет он как бы запсихует и выкинет этот планшет в хлам куда-нибудь подальше то есть тоже есть такой большой минус то что здесь аккумулятор реально очень плохо держит да ну в общем то все спасибо вам за то что смотрели свои впечатления и те кто пользуется конечно те кто пользуется более продвинутыми планшетами сразу скажут что блин опять шлак китайский короче опять говнище днище не ну с одной стороны я с вами согласен но с другой стороны согласитесь что если на него цену как бы опустят люди которые просто не имеют физически возможности то есть для них будет и эта цена весьма такой как бы ну тяжелой выложить ее на покупку устройства то есть 200 250 долларов если вы этот планшет найдете вот он как раз принципе таких денег он и стоит поэтому если вы просто не имеете реально возможности взять более дорогой планшет поэтому можете как бы смотреть в сторону этого планшета потому что он работает есть недостатки но он работает все всем пока до новых встреч новых видео подписывайтесь на канал смотрите обзоры у меня на канале у меня уже больше 260 видео на сегодняшний день и конечно же оставляйте ваши комментарии отзывы лайки всегда рад вашим комментариям отзывам и лайкам спасибо магазину нимфа а также компании техномир за предоставленное устройство